Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Олег. У меня на Дзен есть канал Крафт Алка. Это видео снято совместно с компанией Грайн Русс. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! На дворе новогодние праздники и это самое время для теплых домашних встреч с родственниками и друзьями. Именно для таких встреч самым подходящим напитком является настойка. Я предлагаю вашему вниманию свой собственный проверенный рецепт, который не оставит равнодушным ни одного вашего гостя, невзирая на пол, возраст и вкусовые пристрастия. Но я не ограничусь лишь рецептом приготовления этого великолепного напитка. В этом ролике вы узнаете подробную рецептуру, порядок приготовления настойки, а также как ускорить созревание данной настойки до двух дней. Нам потребуется спиртовая основа крепостью 40% 2,5 литра, финики, инжир, чернослив по 50 грамм, изюм темный или коричневый 30 грамм, дубовые чипсы средней обжарки 10 грамм, ферментированный ржаной солод 50 грамм, ванильный сахар 10 грамм, кориандр 0,5 чайной ложки, черный перец горошком 5-7 штук, гвоздика 1 штука. Приготовление. Предварительно вынимаем все косточки из фиников, разрезаем финики, инжир и чернослив на крупные кусочки. Закладываем их в банку. Изюм слегка обжариваем на сухой сковороде до момента его набухания, при этом не допуская обугливания. Я это сделал заранее. Остывшие также закладываем в банку, засыпаем все специи, солод, дубовые чипсы и сахар. Заливаем спиртовой основой. Закрываем крышкой. Наилучших результатов дает зерновой высококачественный самогон. У меня это дистиллят из пшеницы, а сахаренный солодом двойной перегон на тарелчатой колонне. Такой дистиллят дает напитку потрясающую мягкость. Кроме того, он обладает ярким ароматом пшеницы, который обогатит вкус вашей настойки. Если у вас есть время, то настаиваем 7-10 дней в темном месте. Не забываем встряхивать раз в день. Однако я обещал вам, что покажу, как приготовить ее за два дня. Для этого нам нужно нагреть настойку на водяной бане. Нам понадобится любая плита, кастрюля, на дно которой для безопасности кладу полотенце. Ставим банку с ингредиентами. В кастрюлю наливаем воды. Нагреваем примерно до 60 градусов. Выключаем нагрев. Накрываем. И оставляем остывать. После чего процедуру повторяем еще 1-2 раза. На второй день просаживаем через ватный диск. Разливаем по бутылкам под горлышко. И закупориваем. Наслаждаемся сами и угощаем друзей. Сначала сделайте строго по моему рецепту. В дальнейшем можете подкорректировать рецепт под свой вкус. Если настойка покажется вам слишком насыщенной или сладкой, то просто разведите ее, добавив алкоголь. Можете убавить или увеличить навеску того или иного ингредиента, тем самым вы подгоните вкус напитка под свои запросы. В итоге вы получили от меня рецепт великолепной настойки, чья сладкая основа сушеных экзотических фруктов великолепно сочетается с пряными ароматами восточных специй, дополняется терпкостью дубовой древесины, солодом и легким едва ощутимым ароматом дымка, сочетанием с романтической ванилью и пикантной остротой от специй, а также способ как ее быстро приготовить. Этот напиток понравится как мужчинам, так и женщинам. Все мои дегустаторы разных полов и возрастов, вне зависимости от их вкусовых пристрастий, остались неравнодушны к ней и теперь просят угостить их именно этой настойкой. Она одинаково хороша и под десерт, и под горячее блюдо, и под холодные закуски. Порадуйте себя и своих гостей. Пробуйте, уверен, что вы по достоинству оцените ее вкус. Желаю вам начать Новый год с ярких впечатлений, и чтобы этот год принес вам и вашим близким только хорошее. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин